Бешенковская районная радиовещания А мы начинаем наш выпуск с новостей республики и региона События На базе учреждения здравоохранения Бешенковская центральная районная больница прошел научно-практический семинар по оказанию медицинской помощи жителям Бешенковского района Участие в нем приняли заместитель начальника правления здравоохранения Витерского областного исполнительного комитета Николай Николаевич Каспирович а также все главные врачи учреждений здравоохранения области и их заместители Открыл мероприятие заместитель председателя райисполкома по социальным вопросам Николай Анатольевич Заблодский Он рассказал гостям об истории и развитии района об успехах, которые были достигнуты в производственной сфере в сельском хозяйстве, медицине и образовании Познакомил присутствующих с передовыми предприятиями Бешенковичины После выступления Николая Анатольевича Заблодского слово держал главный врач Бешенковичской центральной районной больницы Александр Валентинович Керемша Также перед присутствующими выступила заместитель главного врача по медицинской части Оксана Эдуардовна Орлова с докладом «Реорганизация стационарной помощи по интенсивности и напряженности лечебно-диагностического процесса на базе отделений Бешенковичской центральной районной больницы» Райпедиатр Нина Викторовна Золотуха рассказала о показании помощи детскому населению в рамках выполнения требований декрета президента Республики Беларусь номер 18 Заведующий главного врача по поликлинической работе Василий Иванович Богданович сделал акцент на организации электронного документа оборота введения электронной амбулаторной карты в выписке электронного рецепта Стоит отметить, что главной целью семинара являлось ознакомление медицинских работников области на примере нашей больницы с практикой внедрения информатизации в диагностический процесс Идя в ногу со временем, Бешенковичская центральная районная больница повысила достоверность информации о показателях лечебно-диагностической работы и финансовой деятельности, пропускную способность амбулаторно-поликлинических организаций за счет сокращения времени работы с амбулаторной картой и другими документами После семинара присутствующие посетили структурное подразделение райбольницы Подобная экскурсия позволила ознакомить гостей центральной районной больницы с автоматизированной работой регистратуры врачей лабораторно-диагностической службы Присутствующие наглядно увидели, как повышается качество управления медицинской, административной и финансовой деятельностью Организации здравоохранения за счет комплексного внедрения электронной медицинской карты и электронного талона А также обеспечивается оперативный контроль за показателями работы поликлиники Оказанием медицинской помощи, сроками предоставления отчетов и реестров услуг и многое другое Завершился рабочий визит медиков области посещением Бешенковичского районного историко-краеведческого музея и территориального центра социального обслуживания населения Бешенковичского района В Комитете госконтроля области Проведенные в марте 2015 года контрольные мероприятия по системе Витебского облпотребсоюза показали что представляемая облпотребсоюзом в управлении торговлей и услуг Витебского облсполкома информация об остатках заложенной на хранение продукции растений и водства по районам не всегда подтверждалась ее фактическим наличием Комитетом государственного контроля Витебской области осуществляется постоянный контроль Соблюдением условий хранения и использования в Витебской области стабилизационных фондов продукции растений и водства на межсезонный период 2014-2015 года созданных по решению Витебского облсполкома Проведенные в марте 2015 года контрольные мероприятия по системе Витебского облпотребсоюза показали что представляемая облпотребсоюзом в управлении торговлей и услуг Витебского облсполкома информация об остатках заложенной на хранение продукции растений и водства по районам не всегда подтверждалось ее фактическим наличием Так, например, по имеющейся в управлении торговлей и услуг Витебского облсполкома информации о реализации и остатках заложенной на хранение продукции растений и водства урожая 2014 года по состоянию на 1 марта 2015 года по системе Витебского облпотребсоюза фактические остатки картофеля и овощной продукции превышали или соответствовали установленным согласно графику В результате неудовлетворительной работы по выполнению решения Витебского облсполкома под угрозой оказались бесперебойное обеспечение населения овощной продукцией. Комитетом области предложено Витебскому облсполкому и Витебскому облпотребсоюзу незамедлительно принять исчерпывающие меры по уточнению фактических остатков, заложенные в стабилизационные фонды продукции, растение и водство и принять дополнительные меры по обеспечению ее поставки в необходимом ассортименте и количестве, а также установить жесткий контроль за бесперебойным обеспечением населения в районах в соответствии с утвержденными графиками. Рейд. Практика исполнения требований директивы президента Республики Беларусь от 11 марта 2004 года номер один о мерах по укреплению общественной безопасности и дисциплины показывает, что должностными лицами большинства предприятий и организаций игнорируются требования техники безопасности, не обеспечивается соблюдение технологических норм производства трудовой и исполнительской дисциплины. По сведениям Департамента государственной инспекции труда Министерства труда и социальной защиты Республики Беларусь, сохраняется негативная тенденция увеличения с 56,5% в 2013 году до 62% в 2014 году на предприятиях и в организациях Республики числа несчастных случаев со смертельным исходом по причинам, обусловленным невыполнением руководителями и специалистами обязанностей по охране труда. Придерживаются ли требования директивы номер 1 и директивы номер 2 ДКУ СП Бешенковичской ПМК-41? Ответ на этот вопрос корреспондент Зары узнала в ходе проверки. Мы посетили 60-квартирный дом по улице Молодежная, строительством которого занимается ПМК-41. В ходе проверки внимание было обращено на широкий круг вопросов. Обеспечение работников спецодежды, состояние бытовых комнат, комплектацию аптечек, соблюдение питьевого режима, санитарное состояние территории, исправность огнетушителей, соблюдение правил охраны труда и многое другое. В целом состояние объекта удовлетворительное, отметила заместитель прокурора района Эльвира Иосифовна Лишинок. Но есть ряд нарушений, которые руководству предприятия необходимо устранить в кратчайшие сроки. К примеру, работники находятся на объекте в касках, не застегнутых на подбородочные ремни. Не все рабочие обеспечены спецодеждой. Два штукатуры субподрядной организацией Новолукомельская ПМК-58. В помещении бытового вагона строителей дверца зольника отопительные печи находятся в неисправном состоянии. Есть и положительные моменты. При выборочном освидетельствовании не выявлено рабочих, употребляющих спиртное на рабочем месте. Бытовая комната находится в надлежащем состоянии. Питьевой режим обеспечен. Мы молодые. На базе ГУО «Средняя школа номер один» городского поселка Бишенковичи прошел районный слет-конкурс юных инспекторов дорожного движения. Цель слета-конкурса – профилактика детского дорожно-транспортного травматизма, воспитание законопослушных участников дорожного движения, пропаганда здорового образа жизни, привлечение детей и подростков к систематическим занятиям физической культуры и спорта. Организаторами данного мероприятия выступили ОГАИР ОВД Бишенковичского райисполкома, отдел образования, спорта и туризма Бишенковичского райисполкома. Программа слета включала следующие конкурсы. Теоретические экзамены знания ПДД, фигурное вождение велосипеда, оказание первой помощи пострадавшим, агитационно-художественное представление, газета. По итогам проведенного слета конкурса юных инспекторов дорожного движения, призовые места заняли следующие учреждения образования. Первое место ГУО «Средняя школа номер 1» городского поселка Бишенковичи. Второе место ГУО «Бачайковская средняя школа». Третье место ГУО «Средняя школа номер 2» городского поселка Бишенковичи. Команды и участники, занявшие призовые места, награждены ценными подарками, дипломами и грамотами. Минутка рекламы в нашем выпуске. В жизни каждого из нас есть место радостным мгновением. Юбилей, рождение детей, крестины, дни свадеб, годовщины, бракосочетания. Эти яркие моменты вместе с вами готовы разделить местные средства массовой информации. На страницах районной газеты «Зара» можно адресовать родным и близким самое теплое поздравление, красиво их оформить и украсить фотографии именинника. Газеты и радио готовы поддержать вас в трудную минуту, выразить соболезнования по случаю потери близкого человека, высказать слова благодарности щедрым сердцем людям. Мы с удовольствием расскажем о вашем частном деле, озвучим предложение по оказанию услуг, сообщим о купле-продаже квартир, машин и других товаров. Жизнь не стоит на месте, местные средства массовой информации развиваются из года в год. Учитывая тот факт, что все больше людей предпочитают знакомиться с новостями региона в электронном виде, мы готовы и здесь разместить ваши рекламные материалы за небольшую плату. Мы рады также предложить вам свои услуги по изготовлению полиграфической продукции. Наши типографии по вашим заказам изготовят качественные в оптимальные сроки, бланки, журналы, этикетки и другую полиграфическую продукцию по приемлемой цене. Наши услуги доступны для каждого, а расценки одни из самых низких. Заявки принимаются по телефону 4 11 09. Духовность. Завтра Православная Церковь отмечает Радоницу, день особого поминовения усопших. Первого после праздника Пасхи. По свидетельству свидетеля Иоанна Златоуста, этот праздник отмечается на христианских кладбищах уже с древности. Само его название привилось от общеславянского языческого весеннего праздника с поминовением умерших, называвшегося Навьим Днем, Могилками, Радованицами или Тризнами. Именно на Радоницу существуют обычаи празднования Пасхи на могилах усопших, куда приносятся крашенные яйца и другие пасхальные яства, где совершается поминальная трапеза. Со словом к землякам обратился благочинный церквей Бешенковичского округа иерей Николай Кисель. Возлюбленные о Христе, дорогие братья и сестры, одним из главных вопросов, имеющих весьма важное значение для всех и каждого, является вопрос о загробной жизни. Над ним задумываются и религиозный человек, и человек равнодушный к религии. Всех занимает вопрос о том, как мы будем жить после своей смерти. Мы верующие знаем, что будущая жизнь есть и будет, но как она сложится, в чем будет состоять эта новая жизнь, всех этих подробностей нам знать не дано, от нас это просто скрыто. Но тем не менее, Слово Божие не ложно утверждает нас, что жизнь, будущее есть. Господь, исправляя заблуждение неверующих саддукеев, то есть еретиков, отрицавших воскресение мертвых, говорил им, Бог не есть Бог мертвых, но живых, ибо у Бога все живы. Наша земная жизнь, она непрочна, превратна и скоротечна, и в любой момент может пресечься смертью. И глядя на нее, непостоянную и скоротечную нашу жизнь, невольно испытываешь грусть, когда видишь, как весьма часто самое ясное течение ее неожиданно обращается с самыми черными тучами житейских боль. Но еще грустнее становится, когда при этом остаешься безутешным. А утешение где же искать, как не в твердой надежде, что все не оканчивается для нас смертью, что ожидает нас другая загробная жизнь. Мы созданы для вечной жизни, и мы все хотим и действительно будем жить вечно. Христос своим воскресением упразднил смерть. Но люди, отрицающие будущую вечную жизнь и бессмертие души, иначе смотрят и на настоящую нашу земную жизнь, ища в ней только одного наслаждения и удовлетворения своих чувственных удовольствий, видя непрочность благ и постигающие их искушения и скорби, такие люди очень часто приходят в разочарование, отчаяние, а иногда даже прибегают и к самоубийству. Забывая о вечности, они ходят во тьме и не знают, куда идти. Для них жизнь есть дар напрасный и случайный. Напротив же, верующий человек надеется, что загробная жизнь есть, и надежда эта, ожидание жизни сей, становится источником истинного утешения и успокоения. Веруя в жизнь будущую, как в непреложную истину, дорогие братья и сестры, церковь с самых древних времен совершает поминовения и молитвы об отшедших от нас усопших. Так и сегодня созвана она вознести молитвы свои и вместе с тем поделиться с ними общей радостью о воскресшем Спасителе. Отчего и называется день этот Радоницей. Сам Господь, сходивший к умершим и проповедовавший им свою победу над смертью, возвестил им эту радость. Всю светлую седмицу церковь торжественно прославляла воскресшего Господа. И теперь она спешит разделить радость свою о нем с умершим, приглашая и нас возвестить им эту общую радость. И в то же время вознести свои горячие молитвы Господу о прощении согрешений усопших и о вселении их в светлые небесные обители. Итак, дорогие братья и сестры, большинство людей отходят в вечность с грехами, не успев по неожиданности смерти или по болезни и немощи очистить себя от них. Сами за себя, не очищенные от грехов усопшие, уже не могут возносить молитв. Они не могут и помочь своему положению. Вся надежда возлагается ими только на оставшихся на земле людей. Поэтому, дорогие братья и сестры, слушая призыв своей матери церкви, которая умоляет нас, не оставляя своей любви к ближнему и по отшествии их от нас, вознесем ныне свои горячие молитвы к воскресшему Господу, прося у Него помилования согрешившим отцам и братьям нашим и дарования им вечной жизни в места прохлады со всеми праведными от века Ему угодившими, чтобы и наши родные преисполнились ныне вместе с нами радостью о славном воскресении Его. И на наше воскликновение «Христос воскресе!» ответили бы нам «Воистину воскресе!» Спаси Господи! Всех вас! С Богом! Вот и все на сегодня. На этом программа Беженковийское районное радиовещание и я, Олеся Потоцкая, прощаемся с вами. Уважаемые радиослушатели, желаем вам отличного настроения и всего доброго!